здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной студии в мои коллеги журналисты лазарь данович здравствуйте и марк горин добрый день школа шевах мафет есть в телевизоре такая школа я чуть позже чуть подробнее о ней расскажу оказалось вновь в центре скандала точнее продолжающего со скандала и грозит перерасти этот скандал в нешуточный политический ну я бы не сказал кризис но еще более скандалисты скандал если так можно выразиться так вот что это за школа этой школы уже много лет там до сих пор учились в основном выходцы из стран бывшего снг учились хорошо практически как в старом из старом советском союзе было принято говорить о специальных школах математических или английским уклоном через хорошо я подчеркиваю это потому что практически сто процентов тех кто заканчивал ту школу почву получали аттестат зрелости что по изжальским меркам очень много и вот прошел слух что этой школе конец но потом правда выяснилось что не совсем конец что вроде бы еще год у этой школы есть но через год то ли ее совсем закроют то ли профили перепрофилирует чтобы там могли учиться дети иммигрантов которые живут в основном районе где где находится эта школа но по рассказывать предысторию можно много кто захочет просчет более подробно в интернете но скандал который с ней начался и вроде бы должен был погаснуть за один-два дня продолжается прошли митинги демонстрации протеста и чуть ли не каждый из израильских политиков причем не только русскоязычных решил отметиться на этом поле коллеги первый вопрос вот за в течение этой недели 10 дней как продолжается все это ваше отношение ко всей этой истории не изменилось случайно мое отношение не изменилось я просто обрастал новыми знаниями сведениями и пополнял багаж информации поэтому все время возвращался к этой теме и не только в газете но и в социальных сетях и на сайте нашим отношение мое не изменилось никак потому что в сердцевине этого этой проблемы лежит не закрытие школы совсем нет школу эту конечно со свету сживут у меня абсолютно четкое ощущение что ее со света живут в обозримом будущем в вполне обозримом будущем мотивировав это тем что она неудачно расположена во первых поэтому ее надо отдать нелегалам и не иммигрантам миша а нелегальным мигрантам или инфильтран там то есть людям находящимся на территории страны незаконно людям людям нарушившим международные нормы миграции и людям нарушившим злы совершенно таким простым образом нарушившим закон о нахождении на территории израиля которому мы все обязаны подчиниться также как обязаны подчиниться и закону о всеобщем образовании вот подумайте что больше какая вот знаете как бывает там он убил и он же изнасиловал что-то раньше что-то позже идет как по поглощению что ли статьи по поглощению идут вот тут как по какому не обращиваются статьи плюсуются статьи да а вот тут как с одной стороны нельзя нарушить нарушить закон о образовании и надо всех выучить согласен с ним абсолютно потому что взяли на себя ответственность не разобрались не выгнали не распределили не определили статус извольте учите дети должны учиться иначе они будут на улице и будут резать друг друга и воровать вот и с другой стороны нарушили закон нарушили закон государства от которого теперь требуете слишком многого юристы ау как быть и почему за это должны будут расплатиться расплатиться ребята чьи родители или бабушки дедушки прибыли по закону о возвращении и не являются не эмигрантами не незаконными мигрантами не инфильтрантами а являются репатриантами по закону о возвращении почему незаконная часть должна потеснить законную когда мне это объяснят я замолкну понятно марк ну да порядку первым делом о том ты спросил не изменилось ли отношения я считаю что она так я его проверял свое отношение на прочность я считаю что она усугубилась то есть моя позиция стала по этому вопросу еще так сказать острее и жестче теперь два замечания по поводу вот высказанного коллегами как бы я как бы данном случае адвокат дело первое там не год насколько я знаю сегодня может быть изменилась ситуация была год а там сказала сегодня пресс-секретарь или как это советник мэра тель-авива что всем кто поступал непосредственно в северах мафет даже по седьмой класс кто-то поспал в северах мафет тем дадут доучиться в северах мафет это первое и второе вот лазарь хочу сказать что когда мы об этом говорим то мы эту школу хотят отдать все-таки при всем моем категорическом несогласии с тем что с планами мэрии тель-авива лишь хотел дать не нарушить тем кто нарушил закон а их детям а дети все-таки на дети и закон это что-то другое все дети не нарушали этот закон это разные вещи но тем не я сказал их родители родителям да конечно но тем не менее посмотрим школа я не скрываю у меня там дочь училась и насколько я знаю лазарь там сад учился так люди неравнодушные в этом смысле хорошее слово значит это явление уникальное все время мэрия тель-авива утверждала что мол там не учится большинство не дети тель-авива так выясняется вы неделю назад там других сми об этом говорили и услышали этот аргумент оказывается она была создана или там получила потом статус она региональная а может быть и межрегиональная окружная окружная так что этот аргумент что там учатся и дети это просто извините меня лошадь повыка повесить там нам ловшу на уши она должна быть там должны быть дети не только тель-авивские как можно придать таким претензий больше там руководство школы вас педагогический коллектив абсолютно благородно в своем отношении говорит друзья абсолютно не расисты нам не мешать пожалуйста давайте возьмем этих детей по району мы их тоже будем учить я знаю хорошую школу я говорю еще раз у меня там училась дочь там огромный двор огромный двор на школу вот я не видел такую обычно они все там примыкают небольшой дворик а тут огромный двор поставьте еще один корпус примите туда детей и они будут вот этих по району они будут учиться на прекрасной базе они выйдут из непростых мягко говоря общин получат другое образование другую культуру совершенно приобретут знания то есть давайте подумать о том нет мэритория почему-то хочет ее именно разрушить убрать у меня такое ощущение ну как бы не хочу сгущать краски вот этот русский дух а собственно говоря не русские давно уже не да это дух евреев россии создавших это все это выходцы это выходцы из по-моему она на это была знаменитая вторая московская школа с удивительным коллективом выходцы из которой сегодня занимают элитные места во всем мире потому что евреи разъехались и так далее и то же самое и выходцы уже в шевах пофет это сегодняшняя элита так сказать аристократия духа аристократия никто не понятно а ее хотят разрушить видимо это мешает лазарь к тебе вопрос если марк захочет он на него может тоже может отреагировать марк говорит что ситуация только усугубилась потому что вот не хотят ничего делать и на этой на территории этой школы можно построить новые корпуса пусть она станет для всех и так далее в идее мы же прекрасно знаем что делал как всегда кроется в деталях а кто будет строить этот новый корпус все сейчас напали на мэра тель-авива я не собираюсь его защищать но ситуация сложилась так учатом все министерство просвещения говорит это не моё устами самого министра просвещения который завел в этом в интервью официально это не мой вопрос обращайтесь к мэру это его вопрос премьер-министр говорит надо потребовать от мэра чтобы он занялся наконец своими делами при этом мэр говорит ребята все хорошо школа моя мне никто не хочет помогать от меня все требуют чтобы там через дети всех так вот кто должен строить тогда у меня вопрос новые корпуса облагораживать принимать всех кто должен все это датировать субсидировать и так далее и тому подобное вот кто конкретно что все говорят надо принимать меры я буду отвечать не по порядку но я начну с того что идея и попытка построить новое здание у муниципалитета уже было для этой цели решили вырубить парк единственный парк в районе ливантин парк ливинский парк ливинский вырубить его и построить там школу против чего выступили естественно оставшиеся недовыжатые оттуда еврейское население вот кстати это деизраильзация идет вообще тель-авива тель-авив превращается в деизраильзиновый город к этому вернемся они сказали нет кроме всего они не хотели и такое маленькое гетто для малолетних иметь у себя под боком под окнами нет но тогда значит был и проект были силы и было желание и разрешение и архитектурный план и все такое значит было это первое второе марик правильно упомянул ее создавали как школу региональную никакого никакой речи о том что там будут только тель-авивцы не было потому что левев вообще город маленький и вряд ли трудно собрать с одного только тель-авива около тысячи ребят которые у которых лежит душа физики и математики до такой степени чтобы учиться спецшколе и закончить ее поэтому сразу думалось о том что конечно будут да более того оттуда это была развалюха это была развалюха конченая с точки зрения и хозяйственной и с точки зрения образовательной развалюха оставшиеся от столярного пт у системы орд орд это древняя система организации еврейского ремесленного труда на этой базе сделали то есть пт уж вместо пт у получили вот такую штуку и очень гордились сам же я не помню был ли это чич предыдущими мэр или новый отчасти новый мэр который 20 лет господин хульдаи но они водили туда делегацию за делегацией приезжали американские конгрессмены приезжали светило хайтыка и всем показывали вот красота смотрите как здорово это вот вот это дети репатриантов к ним примкнули уже дети не репатриантов а коренные израильтяне посмотрите как мы здорово сделали это гордость нашего города гордость нашего округа гордость отчасти община репатриантов из бывшего ссср и снг и гордость интеграции и объединение да но видимо времена прошли времена меняются теперь поставленный в такую ситуацию господин хульдаи хорошей жизни или нет хороший понял что наверное уже можно получить какой-то козырь с точки зрения толерантности то есть русские или не русские математики или физики этап пройденный хватит теперь будем гордиться другим будем гордиться тем что сделаем вот эту республику шкид школы имени достоевского я даже подумал что это не республика шкид получится республика чад то есть республика любимых чад мэра города детей нелегалов и вот в этой республике чад мы сейчас вырастим ландау из судана мы вырастим собственных нефтонов и сильных разумом кого плутонов вот будет тель-авивская земля разума вот и тогда мы тоже приведем богатых представителей оон разного рода фондов серьезных юнесковских там так сказать подразделений скажем посмотрите посмотрите во первых дайте денег а теперь посмотрите как здорово теперь нам мы будем гордиться этим а теми что уже гордиться не будем мы ими гордиться они же уже все они же уже извините меня подполковники в спец войсках армии обороны израиля они уже ведущие адвокаты с огромными конторами они уже давно ученые половина из них уже вообще уехала потому что востребовано в других странах оказалось на других высотах так мы не будем этим гордиться будем гордиться вот этой школой республикой чад а не задумались вот о каких двух вещах как мне кажется первое это сложная комьюнити нелегалы очень сложная к сожалению к сожалению там масса замечательных людей которые действительно приехали трудовые мигранты хотят работать все это болтовня что они бежали от какой-то войны не от какой войны они не бежали мы это все прекрасно знаем это повод вот это повод для миграции для изменения своей жизни к лучшему нам что ли пытаются нам пытаются это объяснить мы прекрасно знаем почему человек уезжает бывает из места вместо там есть хороший но там очень много очень к сожалению много криминального элемента то есть который приехал просто пожить за счет более мягких условий за счет более мягких законов за счет более лояльной полиции и так далее просто за счет лопухов у которых можно вы выхватить телефон залезть в форточку изнасиловать ограбить просто пожить и даже не совершая преступление просто на хапожить на халяву очень много таких очень много я не уверен что в этой школе не будет ни одного ребенка у которого в семье вот это все есть вот я не уверен потому что я в первую очередь думаю что дети туда придут дети то есть человечки из семей семья редко бывает криминальной это все люди которые продолжают род да там достаточно там по порядка 40 тысяч молодых мужчин дезертиров из армии у с крови на руках с неизвестно каким заданием сюда прибывших это совсем другие семейные все-таки меня внушают больше доверия но тем не менее никто не даст гарантию что в этой школе не появятся наркотики что это школе не появится насилие что в этой школе когда-нибудь не пырнут учителя который не понравится что некоторые иные культурные поведенческие коды не будут принесены в эту школу я думаю что такая опаска есть но я молю господа бога чтобы это не дай бог никогда не осуществил чтобы наоборот там нашлись способные и талантливые ребята но в одном я точно уверен как только в этой школе появится а собираются несколько классов потому что они но они же не все они же не солдаты ни одного возраста не призывник они же разного возраста значит разного возраста будут классы будут это совместные классы вряд ли я думаю на это не пойдут будут отдельные класс можно недоукомплектованные но будут отдельные классы для этих ребят может их надо подтягивать как только это пребудет происходить таким же примерно темповым так сказать моментом будут оттуда и уходить Другие дети. Более того, их даже к этому будут подталкивать, потому что повод есть, вы не наши, не по району, вы не наши. Поэтому это будет такая школа на районе. И кончится первая история, о которой гордились, начнется вторая история, о которой будут гордиться. Будут точно так же гордиться, как что Тель-Авив очень толерантный город к сексуальным меньшинствам. Теперь будет Тель-Авив очень толерантный город к незаконным иммигрантам. Тель-Авив очень, еще к чему-нибудь город. Найдут, понимаете, пропаганда такая штука. Найдем, чем гордиться. — Ты хочешь что-то добавить по этому поводу? — Да, я хочу, я хочу, пожалуйста. — К первому, изначальному вопросу, который был задан. Откуда деньги, Зин? Я хочу в данном случае не то, что поддержать Хуль-ТАИ, но как бы дать понять, что не все так просто. Раз школа окружная, то есть межрегиональная, если, безусловно, этот корпус, который, как я вижу, должен там войти в строй для решения проблемы, безусловно, это должен финансировать министр образования, раз она окружная, у нас нет округого областей, значит, и должен быть, как говорится, федеральный министр, то есть министр центрального правительства, если у него есть понимание проблемы. Судя по той речи, которую он высказал, буквально два дня назад, не упомянул там вообще проблемы этой школы, понимания у него нет. И Либерман, министр обороны, ему это заметил, что как ты можешь говорить сейчас такой речью, не упомянул эту тему, а он обиделся, что тут его перебил. Кстати, премьер-министр, я редко выхвалил наше премьер-министр, в данном случае выступил очень разумно, поддерживал Либермана и высказал очень серьезную озабоченность с судьбой этой школы. Да извините, перебил, озабоченность-то все высказывают. Редкий политик не отметился на этом поле. Вот только никто из них не предлагает ни единого рецепта решения. Безусловно, министр образования, или как он у нас, просвещения, министр должен профинансировать какую-то реконструкцию школы с тем, что на мой взгляд... Я хочу поддержать Марка, просто одной маленькой ремаркой. Формально школу патронирует система АМАЛЬ. АМАЛЬ, да. Это система образования слабых слоев населения. Она входит в систему просвещения, то есть подчинение этой школы министерству просвещения абсолютно, абсолютное. Да, по поводу кирпича, тряпок, досок и парт, и здания, это муниципальная собственность. Но не более того, муниципалитет не отвечает за систему эту, как систему образования. Это просто его здание, когда-то бывшее сараем для столярных работ. Ну понятно, буквально два слова. Это должен делать министр образования. Безусловно, вот то, что у вас говорится об этом, об министр образования. А если министр образования это не понимает, и у него денег, если за другом банке, поэтому он спокоен, когда банк горит, то это уже вопрос политики, надо голосовать так, чтобы у нас был другой министр образования, если этот не понимает. И последнее, это еще и символ трагедии дельфинариума, еще и памятник тех, кто погиб в дельфинариуме, в этих стенах учились эти дети. И наши с тобой дети с ними учились. И наши с тобой дети учились непосредственно с ними, совершенно справедливо. Вы, в Тель-Авиве, господин Хульдаи, между своим славным военным прошлым и новым политическим будущим, вы директором гимназии Герцли, одной из лучших школ страны. Я считал бы, что при таком опыте у него могло быть, ну, другое отношение к этой проблеме, тем более, что когда он сейчас руководит городом, в котором за школу находится. Так, наверное, поэтому такое отношение, потому что он бы не допустил никаких изменений такого рода в гимназии Герцли, которую руководил. Ну, не будем предполагать. Не будем предполагать. Ну, почему всю тысячу обязательно в одну школу и ради этого выгнать других? Нет, ребята. Это по тому же, почему в городе нет дома? Это вопрос конкуренции, это вопрос отношения к коллеге. Это отдельная тема, тема для отдельной программы. В качестве, как бы, затравки тогда уж сразу могу предложить абсолютно другой вопрос. Все те люди, которые сегодня активно пиарятся на теме школы Шевах-Мофет, они все были в предыдущих правительствах, во всяком случае, большинство из них. И проблема нелегальной иммиграции и детей, которые родились за это время, она ведь не с неба упала и не с луны прилетела. Правильно? Правильно. А я сейчас не проблема нелегальная, а только проблема. А вот вы знаете, под занавес хочу рассказать, не собирался эту тему, потому что, я еще раз говорю, это отдельная. Другая тема. Но другая тема, но тем не менее скажу, уже просто вот прощаюсь с нашими зрителями. Помните, в нашу бытность был такой анекдот, как 17-й год, идут митинги шествия революции, и умирает потомок старого декабриста, бабушка. И она просит служанку еще недобитую, или недобитую, посмотреть, с чем там, с какими лозунгами идут. И она приходит и говорит, барыня, идут с лозунгами, чтобы не было богатых. Она говорит, ой, да, дедушка боролся за то, чтобы не было бедных. Так вот и так. Сейчас вся эта история шефа Муфет, посмотрите, какие лозунги были на митинге в парке Левинске, превращается не в борьбу со школой шефа Муфет, за школу, да. А борьбу против нелегальной эмиграции. Опять-таки, как будто она возникла позавчера. Прошу прощения, а педагоги шефа Муфет не вышли на этот митинг в Левинске, именно для того, чтобы не иметь ничего общего с российским душком. Последнее, последнее в споре тебе. Я думаю, они не вышли потому, что педагогический коллектив поставлен администрацией школы в известность о том, что перепрофилирование школы даст некие дивиденды. Может быть, опять-таки, это предположение, может быть, мы к ним еще вернемся, как и к теме нелегальной эмиграции, хотя, собственно, что к ней возвращаться. Она от этого никуда, как Карлсон, не улетит. Спасибо, коллеги, за этот разговор. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин